Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ, в слуге Елеман Раимбеков и сурдоперевод Альгуштан Беков. Зеленые насаждения вдоль дорог высаживают специально. Они очищают воздух от вредных выбросов, содержащихся в выхлопных газах. Потому их строго запрещено вырубать согласно протокольному поручению Акима области. Однако владельцы придорожных сервисов убирают деревья, считая, что они заслоняют их заведение, зачастую ни с кем не согласовывая свое решение. В соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, вырубка зеленых насаждений, вырубка деревьев, деревьев, пустарников не разрешается. Некоторое время назад за вырубку деревьев вдоль трассы Алматы-Толгар наказали чиновников, хотя вырубка производилась предпринимателем. Должностные лица подписали ему разрешение, противоречащее протокольному поручению Акима области. В итоге Акиму сельского округа Туздубастау объявлен выговор, и начальник жилищно-коммунального хозяйства Толгарского района освобожден от занимаемой должности. Разрешение выдается управлением природных ресурсов коммунальными государственными учреждениями лесного хозяйства. После случившегося для предотвращения нелегальных вырубок, ответственными лицами проводятся встречи с предпринимателями прямо у ворот их владения. Им разъясняют, что вырубка зеленых насаждений вдоль трассы категорически запрещена, и в какие органы обращаться для получения разрешений в исключительных целях. Инновации в мусорку. Осенью прошлого года в Талдукургане появились совершенно новые виды контейнеров. В количестве 46 штук. Они расположились в самых многолюдных частях города. Оранжевые ящики предназначены для правильной утилизации опасных отходов, ртуть содержащих и люминецесных ламп, а также батареек всех видов. Однако с момента установки модульные контейнеры все никак не найдут широкого применения по прямому назначению. Что с этим делать, пыталась выяснить наша съемочная группа. И такая печальная картина почти везде. В перемешку с экономными лампами, бутылки, бумажки и прочий мусор. Модульные контейнеры стоят на Талдукурганских улицах более полугода. Однако и по сей день многие так и не удосужились прочесть, для чего они предназначены на самом деле. Я знаю, для чего это конкретно. Но с другой стороны, если я знаю, это не значит, что все знают. Правильно? Люди привыкли к мусорке. Это есть мусорка, они бросают туда то, что не надо, то, что надо. Без разницы. Самое главное – человеку научиться, где бросить свой мусор, где бы не находился. У нас все кучу. Просто недостаточно мусора, я считаю. Чего же все-таки не хватает горожанам? Мусорных контейнеров для обычных отходов или культуры? Этот вопрос так и остается открытым. По информации отдела ЖКХ, сейчас в Талдукургане имеется почти 11 тысяч контейнеров для твердобытовых отходов. В этом году ожидается установка еще 135 подземных площадок с системой сортировки. Кроме того, подчеркивают городские власти, во всех многолюдных местах установлены и обычные мусорки. Установлены урны, специализированные для выброса других отходов, кроме опасных отходов. В городе Талдукурган, как вы замечаете, наверное, на каждом перекрестке такие урны есть. Кроме того, в городе Талдукурган на участках парк ЖАСТАРП, Центральный парк культуры отдыха, набережные установлены организации ТОО «Адалдому капитал» контейнеры для сбора пластмассовых изделий. В прошлом году в областном центре было установлено почти 50 модулей для сбора опасной продукции. Их обслуживанием занимается компания «Промотход Казахстан». По плану спецавтотранспорта собранные лампы и батареи будут отправлять в Караганду на дальнейшую утилизацию. И хотя эта инновационная идея в Талдукургане пока не прижилась, городские власти в борьбе с вредными отходами не сдаются. Мы ведем разъяснительные работы. Какие именно лампы туда, батареи, что нужно туда кидать, а не бытовые отходы. В настоящее время мы планируем переносить эти же контейнеры на более удобные для населения места. В первую очередь мы убираем контейнеры с тех мест, которые больше всего, как мы по нашим анализам, бытовые отходы бросают туда. Дина Буранбаева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Акцию «Добра» организовали активисты Талдукурганских автосообществ. Сокупившись всеми необходимым, автолюбители посетили несколько нуждающихся семей. Всего в благотворительном мероприятии приняли участие около 30 человек. Сегодня эти автолюбители собрались не для того, чтобы обсудить тюнинг или какие другие детали. Все они здесь с одной целью – помочь нуждающимся. Приобретя все необходимое, активисты отправились к многодетной матери – Шинар Фсере Калихазе. Продукты питания, вещи и игрушки несказанно порадовали женщину и ее пятерых детей. Спасибо большое этим молодым людям. В священный месяц Рамадана они принесли огромную радость в наш дом. До этого нам никто не оказывал такую помощь. У меня пять детей и муж инвалид. В данный момент нам эти продукты и вещи крайне необходимы. Еще раз хочу выразить всем огромную благодарность. За всю историю существования автосообществ такая благотворительная акция проводится в Талдыкургане впервые. Порядка 30 человек собрали средства на покупку самых необходимых товаров. Впереди у благотворительного автокаравана еще пять нуждающихся семей. В основном все они живут в черте города. Такая мысль у нас как бы зарождалась давным-давно. С ребятами как-то мы обсуждали этот момент о том, что нужно помогать людям, надо делать добро. Тем более сейчас священный месяц Рамадан, надо помогать людям. У нас много автоклубов, мы можем себе это позволить, почему бы и нет. В основном мы делали такой акцент на продукты, на продукты первой необходимости, а также вещи, вещи маленьким детям, мальчикам, девочкам, вещи. В будущем автолюбители планируют устраивать такие благотворительные акции как можно чаще. Организаторы надеются, что их примеру последуют и другие горожане областного центра. Ануар Роман Гильдинов, Жаслан Шинкенжи, телеканал ЖИТСУ. Обзор происходящих в мире событий продолжит выпуск. Чем ценен Париж для мировой цивилизации? Своей историей, своей архитектурой, а еще своими бистро. Так считают владельцы заведений, которые объединились в ассоциацию за внесение столичных бистро в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Они настаивают на том, что небольшие городские кафе – это неотлемлемая часть парижской культуры. Признание бистро на высоком уровне важно и для туризма, объясняет глава ассоциации Ален Фонтен. Предложение признать парижские бистро частью всемирного наследия в сентябре хотят передать в Министерство культуры, которая может обратиться с соответствующим запросом в ЮНЕСКО. Австрия закроет семь мечетей и депортирует 40 имамов. Цель – борьба с исламисткой идеологией и зарубежным финансированием религиозных организаций. Это только начало, заявляет правительство страны по итогам масштабной проверки МВД. Консерваторы и правые пришли к власти в Австрии в 2017 году. Одним из главных предвыборных обещаний было снизить поток нелегальных мигрантов и сократить выплаты пособий беженцам. В настоящий момент в стране проживают примерно 600 тысяч мусульман, в основном турецкого происхождения. Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Как сообщается, в связи с большим количеством правок, законопроект будет направлен в палату общин, которая ранее его одобрила. Реализация закона будет возможна к концу 2018 года. Согласно опросам, легализацию канабиса поддерживают около 60% канадцев. Активное сопротивление законопроекту, предложенному правящей либеральной партией, оказывали сенаторы от оппозиционной консервативной партии страны. Высказываются опасения, что легализация может повлиять на криминальную обстановку, здоровье и множество других факторов. Канада станет первой страной большой двадцатки, которая узаконит рекреационное использование марихуаны. Ее применение в медицинских целях является законным с 2001 года. Обзор зарубежных новостей подготовила Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. До юбилея столицы осталось чуть меньше месяца. 20-летие Астаны, обещают организаторы, запомнится казахстанцам не только яркой культурной программой, но и новыми достопримечательностями. В этом году Астана пополнится 10 новыми объектами. Это детский сад, фонтан, белопешеходный мост, спортивно-развлекательные объекты, бульвары и скверы. Каждый объект – это подарок от региона в честь именинницы столицы. К примеру, Карагандинская область готовит пешеходный бульвар. Всего в дни празднования дня рождения Астаны организаторы приготовили более 650 мероприятий. Это концерты, художественные выставки, театральные постановки и многое другое. К слову, любители клуба веселых и находчивых тоже ждет сюрприз. Кубок Азии соберет известные команды КВН. Ведущим выступит Александр Масляков-младший. В Петропавловске слили в канализацию содержимое 52 тысяч бутылок водки, пива, бренди и шампанского. У владельцев алкогольной продукции не оказалось на нее разрешительных документов. Поэтому товар был признан контрафактным. Если раньше незаконный алкоголь уничтожали бульдозерами на специальных полигонах, теперь это делают экологически чистым способом. Откупоривают каждую емкость, сливают содержимое в канализацию, а стеклянные бутылки утилизируют. Вместе с алкогольной продукцией полицейские изъяли и табачную. Ее тоже уничтожили. Больше трех тысяч пачек сигарет облили бензином и подожгли. Приобретенные за 118 миллионов тенге у алматинского депо трамваи пытаются запустить в Усть-Каменогорске. Из 13 доставленных в областной центр вагонов на линии пока только один. Остальные вышли из строя уже в первые дни работы. По словам руководителей трамвайного парка, трельсовый транспорт еще проходит техническое обслуживание. Он пока не готов курсировать по маршрутам. Работа алматинских трамвая в Усть-Каменогорске не задалась с первого дня эксплуатации. На кадрах любительского видео отчетливо видно, вагоны берут на буксир почти сразу же после их выхода на маршрут. В итоге прокатиться на старых, новых трамваях большинству горожан так и не удалось. Обзор республиканских новостей подготовил Дамир Анитов и пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. В рамках городской спартакиады работников здравоохранения в Талдыкургане прошел велопробег, посвященный Дню медицинского работника и 20-летию Астаны. Более 120 человек собрались, чтобы принять участие в праздничном велозаезде. Именно эти люди стоят на страже здоровья. И очень важно, что они личным примером пропагандируют здоровый образ жизни и регулярные занятия физической культурой и спортом. Продолжит Лилия Штогрена. Организаторы велопробега, областной центр здорового образа жизни и Алматинское областное управление здравоохранения отмечают, что главная идея проведения соревнований среди медицинских работников объединение усилий и возможностей всех, кто пропагандирует и ведет активный и спортивный образ жизни. Своим участием медики призывают. Бегайте, прыгайте, занимайтесь массовыми игровыми видами спорта, катайтесь на велосипедах. И тогда болеть вы будете намного реже. Ведь здоровье каждого из нас во многом зависит от нашего образа жизни. Велопробег приурочен ко дню медицинского работника и 20-летию города Астаны. Мы каждый год проводили спортивные соревнования, спортивные приуроченные ко дню медицинского работника. Но в этом году решили провести еще его как-то дополнительно по-другому, чтобы среди медицинских работников был этот велопробег, чтобы они были примером не только в своей работе, но и для населения, как надо вести здоровый образ жизни. Идея подать добрый пример здорового образа жизни своим пациентам у медицинских работников в Талдыкургане зародилась более 20 лет назад. Все эти годы они соревновались в таких популярных видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, в президентском многоборье и интеллектуальных играх. В этом году медики решили состязаться на велосипедах. Для этого ни много ни мало нужен двухколесный товарищ и навык вождения. Плюсов в этом они видят немало. Отметим только самые очевидные. Хорошее самочувствие, возможность быстро доехать до любой точки города и экологичность транспорта. Медицинские работники должны именно просвещать здоровый образ жизни, должны участвовать в веломарафоне, который сегодня пройдет по улицам нашего города. Я думаю, что тем самым медики покажут именно пример за проведение здорового образа жизни. Мы, наверное, уже будем в дальнейшем проводить велодорожки, веломарафоны. Акимат уже будет смотреть на эти вещи. Я думаю, что мы проведем такую хорошую акцию. И думаю, в последующем наш город будет такой экологически чистого вида транспорта. Велопробега проехали 15 километров по улицам областного центра. Для большинства из них велосипедные прогулки – не редкость. На этом виде транспорта они практически с самого детства. Таким образом, талдыкурганские медработники призывают молодежь к активной жизни, в которой нет места бесполезным и губительным привычкам. Зато оно всегда найдется для увлечений массовыми видами спорта. Из года в год у нас девиз меняется. И очень отрадно, что сегодня мы все собрались делать велопробег. В нашем городе велопробег впервые. Я думаю, что это будет традиционным, потому что сейчас идет массовый велопробег, и наш город ни в чем не должен отставать. Мы верим в силы наших медицинских работников. Наши медики должны показать пример нашему населению, как нужно быть здоровым, чтобы прожить долголетие было, чтобы прожить очень достойно. И особенно нас радует наше молодое поколение. И мы сегодня им желаем больших-больших достижений. Пусть не займут кто-то призовые места, но самое главное – это единство и сила. Соревнования обеспечили их участникам заряд положительных эмоций, показали сплоченность сотрудников учреждений здравоохранения. Свои спортивные достижения, руководствуясь принципом «главная не победа, главное участие», они посвятили своему профессиональному празднику и 20-летию любимой столицы. Лилия Штогрина, Жасулан Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. У меня на этом все. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова